В Чернигове на севере Украины в результате российской ракетной атаки погибли по меньшей мере 15 человек. Ещё более 60 пострадали. Среди раненых есть дети. Число жертв и пострадавших растёт. Россия нанесла три ракетных удара по густонаселённому району города. Разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажки, больница, учреждения высшего образования и десятки автомобилей. Из-под завалов удалось спасти несколько человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. «Я открыла телеграмму, увидела Чернигов все в убежище. И это было буквально две секунды. Я хотела выйти просто в коридор, чтобы положить подушки. После этого раздался взрыв. Мы схватили ребёнка и выбежали в коридор. Там уже были наши соседи. Мы стали кричать, чтобы все упали на пол. Ну, упали. Прогремело ещё два взрыва. И потом мы побежали на парковку». «Я, наверное, ещё не до конца пришла в себя. Я ещё не до конца осознала, что произошло. Самое главное, что мой ребёнок в это время находился в подвале школы. Они успели вовремя уйти в убежище. Больше всего я переживала за то, чтобы они успели вовремя добраться до убежища. Потому что была информация, что будут ещё ракеты. Я больше всего переживала за ребёнка». Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших. В своём телеграм-канале он написал. «И этого бы не было, если бы Украина получила достаточно средств ПВО. И если бы решимость мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной». Ранее Зеленский призывал Запад оказать Украине такую же эффективную поддержку, как во время защиты Израиля от иранского нападения в прошлое воскресенье. «За эти два дня мы уже чего только не слышали. О разных конфликтах здесь, в Европе и на Ближнем Востоке, разных уровнях угроз, разных воздушных пространствах. Хотя беспилотники шахет и баллистика одинаковы. О разных угрозах эскалации. Но разве человеческие жизни разные? Разве у людей разная ценность жизни? Нет. Всё равно каждую жизнь мы ценим. Должны ценить. Должны защищать на одинаковом уровне от террора. Украина будет просить о проведении заседания Совета Украина-НАТО для обсуждения вопросов защиты неба, поставок средств противовоздушной обороны, соответствующих систем и ракет». Между тем, Зеленский накануне подписал закон об ужесточении мобилизации. В среду документ был опубликован на сайте парламента Украины. Через месяц закон вступит в силу. Согласно закону, все военно обязанные граждане Украины должны в течение 60 дней уточнить свои данные в военкоматах или через электронный кабинет. Из законопроекта изъята норма о демобилизации военных, которые служат уже 36 месяцев в условиях режима военного положения. Сроки и правила демобилизации планируют утвердить отдельным документом позднее.